Как всегда, стерили мне отразимую жизнь. Заслуженный учитель Кубани, почётный работник общего среднего образования России, директор 13-й школы Борис Гаревич Гагин, сегодня принимает поздравления друзей и коллег. Пост руководителя образовательного учреждения он покидает свой день рождения, который отмечает в стенах любимой школы, где его силами было воспитано не одно поколение учеников. Эти годы не прошли даром. Наверное, та профессия, которую я выбрал, она правда является одной из главных. Сегодня мы это видим. Сегодня нужны патриоты в стране, люди, которые будут любить свою родину. И мы делаем с коллективом всё, чтобы было именно так. Я хочу пожелать всем, своим коллегам, с которыми проработал столько лет, успехов, здоровья, чтобы они верили, что их труд не пройдёт даром. Педагогический стаж заслуженного учителя Кубани больше 40 лет. Это сегодня Борис Гагин – выпускник школы, которой он руководил 30 лет. Всё это время он работал над повышением качества образования, квалификацией своих педагогов и созданием комфортных условий в школе. За что четыре года назад был награждён знаком почёта за вклад в развитие города Сочи. Ещё одну награду Борису Гарриевичу сегодня вручил глава города. Он всё время жил и живёт, и будет жить всегда этой школой, её достижениями, её радостями и неудачами. И уверен в том, что он будет всегда соучастен и всегда придёт на помощь любому руководителю, который будет возглавлять эту школу. Потому что это его кровинка, это его ребёнок, который он долгое время растил. В актовом зале собрались все те, кто так или иначе участвовал в развитии 13-й школы – коллеги и сотрудники Управления образования и науки. Слава благодарности, пожелания здоровья звучали от каждого гостя. Директора школ Центрального района помимо подарков подготовили и интересный поздравительный номер, спели песню и, собрав все яркие моменты, сделали памятный видеоролик. Борис Гагин активно работал с родителями, ветеранскими организациями, учреждениями образования и культуры, а сегодня делится своим опытом работы с коллегами. Удя на заслуженный отдых, он будет продолжать работать в сфере образования.